Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Изначально это видео намечалось каким-то, можно таким сказать, развлекательным. Но после нескольких попыток и, конечно же, бесконечных смертей, убийство слепого охотника с помощью мины превратилось в челлендж. Что хотелось сказать, даже мины некоторые здесь забагались и вообще перестали действовать. Вообще перестали, можно так сказать, выполнять свою прямую функцию. Для того, чтобы слить слепого охотника с помощью мины понадобилось очень много времени. Как видите, одна из мины вообще не взрывается, другая тоже. Это все-таки вот эти все разы, когда мы старались слить это все дело. Что хотелось сказать. Поднять настроение, надеюсь, вам удастся. Пожалуйста, не забудьте оценить этот видосик своим лайкосом. Ну и, конечно же, за подписочку буду вам очень сильно благодарен. Пишите также комментарий, минимум с трех слов. И добро пожаловать в розыгрыше. Ведь следующий розыгрыш не за горами. Прямо в среду я разыграю премиум аккаунт. Там еще остается буквально немного времени. Но самое главное, ребят, если у вас премиум аккаунт есть, я подарю вам плюс пять уровней. Если нету, то это неплохой способ забрать все награды девятнадцатого сезона. Ну а вы, как видите, что не так уж и легко направить слепого охотника на мину. Я вам скажу, что эта затея такая себе. Но самое главное, что все-таки получается. Потратить двадцать мин. Ребятушки, я представляю сейчас те комментарии. Лучше бы двадцать вон прошел. Двадцать пять вон прошел. Ну, реально. Все чисто ради того, чтобы поднять немного настроения. Давайте поиздеваемся сегодня слепого охотника. Вот таким вот, ну, можно сказать, жестким способом. Пишите в комментариях все способы, которые мы хотели, чтобы мы нашего слепого охотника слили. Я надеюсь, что сейчас у нас прям очень много ребят напишут. Если вы напишите удочкой, удочкой невозможно. Нет, возможно удочкой. Просто удочек должно быть сколько накрафчено, что просто жесть. Даже если ты возьмешь полный инвентарь удочек, то у них так мало прочности для удара, что они просто быстренько ломаются, и ты не можешь ничего с этим поделать. Бьешь ты удочкой пять урона там или сколько. Но самое главное в том, что просто-напросто удочка быстро ломается. И всех вот этих удочек, которые у тебя в инвентаре, везде напиханы. Они просто разлетаются и не сливают даже 200 хп нашему слепому охотнику. Прочность этого оружия минимальна. Я понимаю, что сейчас убийство слепого охотника вообще никого не удивить. Но, с одной стороны, эта затея пришла в голову не просто так и не за один день. Как вы понимаете, что это все уже планировалось некоторое время. Итак. О, кстати. А, нет. Я хотел сказать, что та мина взорвалась. Та мина тоже не взрывается. Как это так? Прям не знаю. Но самое главное, что все-таки все идет, все движется, все к концу близится. И мины делают свое дело. Пускай не самым быстрым образом, но все-таки не забываем то, что 700 хп и 400. Как только хп. Запас здоровья у нашего слепого охотника. Меньше, чем 700, он начинает первый отхил. Сбить его можно сигнализацией. Ну и, конечно же, следующий отхил ниже 400 хп тоже нельзя забывать. Это все, конечно же, спасет ваши мины. Спасет ваше вот это все, что там у вас есть. Возможность, конечно же, слиться под этим всем делом очень высокая. Итак, слепой охотник, можно так сказать, понемножечку, помаленечку, по каждой миночке. 10 минут 400 хп на секундочку. Представьте себе, 10 минут 400 хп. Я понимаю, что можно было бы мину ставить прямо под задницу, но это невозможно. Слить слепого охотника минами, слить его чем-то еще. Да я не знаю, наверное, не найдется сейчас ни одного оружия, которым еще не сливали слепого охотника. Всем видом, всеми видами оружия, наверное, нам слить. Сливали всеми видами оружия, его били. Замины не припоминаю. Может быть, конечно, кто-то и снимал минами, но мне кажется, что эта затея прям очень сложная. Ну, не то, что сложная, затратная, бешеная, и никто на это прям не подпишется, что ли. Это жесть, конечно. Глаздемет, это уже интереснейшая тема. Я, конечно же, может быть, мы вместе это все дело сделаем. Я думал снять видос о глаздемете. Может быть, ребятам все-таки вернуть это дело, тему. Может быть, это все... Конечно же, VIP сейчас доступен. Простому народу, может быть, вернут это все дело. Ребятам, которые, можно так сказать, кровью и потом заслужили глаздемет. Хотя бы на выходные, хотя бы раз в месяц. Я не знаю, как там это все дело. Было бы очень топливо. Я думаю, тогда бы много ребят, которые играют в Лаздемет Сурвайвл, сказали, вот это, конечно, подарок. Это было бы круто. Например, включайте глаздемет в любой подарок. Ну, вот, у нас был что там? Лунный Новый Год, пожалуй. Лунный Новый Год, подарок, глаздемет. На пару часов, ну, зато удобно. День влюбленных, глаздемет. Да ладно, подарок идеальный. Поверьте. Я думаю, что с глаздеметом можно успеть зачистить весь полицейский участок. Оуу, весь бункер Альфа. Круто. Ну, это халявная тема. Я думаю, что многие воспользовались бы и такой, и хард режим. Кстати, как вы видите, что меньше 400 хп у зомби было. И это все остается очень и очень плохо. Потому что у нас теперь не подходит хп, чтобы слить полностью зомби. Не обратили внимания на хил, он отхилил очень много хп. И теперь, я так понимаю, что даже если все пойдет очень хорошо, то слепой охотник не сольется с помощью наших красивых мин. Итак, ждем, смотрим. Баба! Нам нужно еще 10 мин. А, ну у нас хватает. То есть у нас все хорошо, у нас чики-бамбони. Итак, вот он, слепой охотник. Вот это, конечно, заморочится. Я не знаю, как забагались вот эти две мины. Это просто жесть какая-то. Но я думаю, что многие из вас перемотают, посмотрят. Ну, а многие заценят. Ведь это превратилось, можно так сказать, в поднятие настроения в реальный челленг. Сначала думал, блин, давай попробуем. Арам говорит, давай попробуем слить минами. Говорю, попробуй. Ну, первый раз, второй раз, третий раз. Потом уже, да ну его в бане может сливать слепого охотника минами. И все-таки это все так плавненько переросло, можно так сказать, с простого варианта, как слить слепого охотника в мега челлендж. В котором, ну, можно так сказать, уже сам себе поставил такую миссию. Возможно ли вообще его слить этими минами? Ну, и вот вам, ребят, как говорится, вариант. 220 хп. Пока что все идет по плану. Я так понимаю, что время поменять броню. И судя по тому, что здесь три сета, то уже не первый раз здесь сливается. Ну, смотрим. Мина за миной. И лица он уже не будет. Расслабишься? До свидания. Поэтому нужно будет времечко. Конечно же, все, что здесь делается, должно быть размерено. И обязательно делаться одно за другим. И так как выйдет две последних мины. Ну, в инвентаре есть еще пять. Если посчитать, смотрите, как будто умный оббежал мину. Просто жесть. Ну, ладно. Ладно, шоколад. Но не забудем, что если ты пройдешь рядом с миной, то миночка обязательно нанесет вам урон. Да-да, это коварная штука. И ничего с этим не поделаешь. Если вы заметили хп. Да, ребят. Сейчас хп увеличено. Это все вип. Заходишь в вип, там есть блюдо дня. Блюдо дня может увеличить ваше максимальное значение хп. Ага, гранаточки. То есть, получается, что все-таки мин-то и не хватило. Просто жесть. 25 мин не хватило для того, чтобы... Ай-яй-яй. 9 хп у нашего слепого охотника. Все-таки мин не хватило. Представьте себе, насколько нужно было стараться. Насколько мин здесь уже потрачено, чтобы просто слить слепого охотника. Итак, гранатки. Там можно было и одну кинуть. 200 очков. Просто жесть, ребят. Блюдо дня добавляет броню, шанс получить какие-то редкие предметы и плюс еще увеличение максимального значения хп. А вам спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, писать комментарии. Всем пока.